С новым главным тренером Волжскую Ариаду возглавил Андрей Царев, до этого полтора месяца проработавший в качестве исполняющего обязанности. Смена руководства пошла на пользу команде. Волжане, до этого опустившиеся на последнюю строчку турнирной таблицы, поднялись на 20 место. И от зоны попадания в плей-офф их отделяет всего 4 очка. Итак, Ариада спустя полтора месяца после отставки Игоря Жилинского с полноценным новым главным тренером. Хотя большой разницы в том, есть ли приставка ИО перед должностью Андрея Царева, вроде как и нет. Просто факт. В 13-ти проведенных при Цареве в качестве наставника встречах рядовцы выигрывали 8 раз. Поэтому, как говорится, при всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Скорее всего, это было желание самой команды. Вот я ведь не могу не учитывать требования и желания самой команды. Это было, по-моему, даже всеобщее желание назначить Царева. То есть оставить, не назначать откуда-то извне, хотя было много претендентов, а оставить свои. Мы оставили свои. А это, стало быть, первая встреча очередной трехматчевой домашней серии. В противниках спутник из Нижнего Тагила. Кстати, именно с этой командой 1 ноября было боевое крещение Царева в качестве тренера. Тогда, напомню, наши выиграли в овертайме со счетом 3-2. В этот же раз встреча закончилась с точно таким же счетом, правда, в пользу противников Ариады. Хотя, по логике вещей, все должно было сложиться по-другому. Волжане начали за здравие, быстро забросили два гола, однако дальше не смогли поддержать нужный настрой. В итоге основное время закончилось со счетом 2-2. А за три секунды до окончания овертайма победу вырывают хоккеисты спутника. Мы вели 2-0. И, как говорится, на этом матч не заканчивается. Соперник добавил, сравнял счет. И в овертайме им повезло. Сами видели и по таблице, что мы потянулись, еще ничего не потеряно. Команда старается, очки потихонечку набираем. Дай бог, все нормально будет. Победил тот, кто хотел сегодня победить, так скажем. Если команда «Спутник» была второй-третий период нацелена на борьбу, то есть они хотели выскриптись из этого счета, с этого счета. То есть они это сделали. Мы же хотели, наверное, выиграть малую кровь. Впрочем, закончим мы все-таки на позитиве. В следующей домашней встрече против Тюменского Рубина волжане в прямом смысле слова разгромили противника со счетом 4-0. Теперь уже точно можно сказать, что дебют Царева как главного тренера удался. Команда вновь почувствовала силы и уверенность в себе. Дело за малым. Вернуться в зону плей-офф и начать игры на вылет с максимально высокой позиции. Ведь команда, несмотря на все кризисные явления, играть будет. В этом нас заверил президент хоккейного клуба. У нас не столь плачевное положение финансовое, чтобы от каких-то программ принципиальных, а понимаете, для Волжска хоккей, фигурное катание – это принципиально. Не будет его, а что останется. У Волжан в среду очередная домашняя игра, после чего подопеченный Андрея Царева отправится на выезд. Сейчас среда 42-мя очками в копилке на 20-м месте турнирной таблицы. До 16-го места зоны попадания плей-офф всего ничего, каких-то 4 очка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok